Меня зовут Романцова Анастасия, я учусь на 4-м курсе Курского государственного университета на физико-математическом факультете, планирую в будущем быть программистом, и моё хобби — это танцы. Ну вообще, я всегда любила танцевать, но в детстве как-то с этим не складывалось. Была ситуация, да, что мне сказали, у тебя нет слуха и таланта, и меня не взяли в кружок. Но моя ошибка была, что я как бы не пошла больше никуда, ну только занималась робикой. А после этого встретилась с своей подругой, которая предложила собрать кавер-команду, и как бы там не было никакого отбора, всё по связям. Вот, как-то так. Ну, как понятно, кей-поп-ковер-дэнс, то есть корейский кей-поп, в Корее принято так, что у групп той же эстрады, как у нас там какие-нибудь Тимати и прочие, они не только поют, они танцуют, они должны уметь это всё. И каждый раз, когда выходит какой-то клип, к нему есть дэнс-практика, то есть именно оригинальные вот эти группы. Мы смотрим это, разбирает один или несколько людей, в зависимости от того, как по скорости нам это нужно. Я в числе тех людей, которые разбирают непосредственно. Но так у нас, в принципе, несколько человек этим может заниматься. Но это пошло всё скорее, и раньше об этом никто не слышал, а сейчас это всё набирает популярность. Сейчас в торговых центрах кей-поп играет, и как-то вот стало это более популярно. Это совокупность всего этого. И как бы это может быть и хип-хоп, это может быть и контепт, это может быть что-то такое максимально женственно-пластичное и прочее. Поэтому тут просто смотришь и повторяешь. Больше, конечно, копирование, но есть те команды, у которых есть люди-хореографы, то есть кто разбирается прямо в хореографии и может ставить, те что-то своё добавляют, и это немножко как идёт другое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, изначально мне было как-то непринципиально, что танцевать, ну, к тому моменту, когда я встретилась с своей подругой, как-то начала смотреть корейские сериалы, интересоваться их культурой, музыка тоже подключилась к этому, и так всё совпало. Ну, в самом танце нет, потому что, как ранее говорила, это смешанные стили, и как-то такого чего-то особенного там нет, тот же хип-хоп или контемп, но сам тот факт, что это перетанцовка с корейских групп, только, наверное, это. Ну, при поиске костюмов подключаются все магазины города или страны, так как в интернете тоже приходится заказывать. Особенно выручают Алиэкспресс. Китайцы поняли, что можно делать прям полностью эти образы, их дешёвую версию, и продавать, то есть, действительно, из костюмов там около пяти тысяч стоит, но это полный комплект на Алиэкспрессе. Но порой приходится делать прям красивые такие масштабные костюмы, и мы идём к шве, закупаем ткань, фурнитуру, и как бы, да, это выходит дороже, потом это всё красиво лежит в шкафу, но это того стоит порой. Ну, да, это правда, получается, что когда человек идёт в какое-то агентство, он должен помимо каких-то вокальных или рэперских навыков также уметь танцевать. Конечно, это могут также научить, если там какой-то вокалист, но у них, ну, прям, чтобы вау, но у них очень часто, точнее, не очень часто, а всегда их обучают всему, то есть, там, уроки по всем этим направлениям, и в Корее есть вот этот культ идеальности, когда айдолы должны быть прям примером каким-то таким неземным. К сожалению, от этого очень часто эти айдолы и страдают, но это вот их работа такая. У нас постоянно меняется коллектив, менялся, по крайней мере, потому что кто-то переезжает, кому-то это надоедает всё, и как бы всех всегда не удержишь, но всё началось в Курском политехническом колледже, то есть оттуда, получается, у нас в команде сейчас два человека осталось, один из них является лидером, вот, и другие как-то подключались, сейчас мы набирали из КГУ как раз-таки людей, мы там присмотрели в основной состав девочку, ставили проект с людьми, которые, ну, на подтанц мы их взяли. В целом у нас всё очень классные, все практически связанные как-либо с КГУ, потому что нас кто-то на заочке, кто-то закончил, вот. Ну, что-то ещё, не знаю, я просто его очень люблю, и как-то так быстро вспомнить, что про них сказать. Да, конечно, бывают у всех конфликты, когда мы не можем выбрать какой-то костюм, но в целом мы всегда это всё решаем, и как бы всё ещё вместе, всё ещё трудимся, всё ещё готовы удивлять. Для меня на самом деле в наше настоящее время это быть довольно толерантным человеком, но без фанатизма, пожалуй, то есть относиться с пониманием к окружающим людям и к тому, что они делают. Как бы культура, она во всём получается. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова